Слава Да, еще раз здравствуйте Меня зовут Слава Или Вячеслав, как вам удобнее Я немножко повторюсь Я просто на прошлом семестре Сам это все рассказывал То есть, если ничего не поменялось Это 9 лекций, я вкратце тогда пробегусь Хакатон И мастер-класс Возможно, а, видимо 8 лекций Все-таки 2 мастер-класса Последнюю лекцию как раз зимний мастер-класс Я поставлял ссылки Но они не очень вам, скорее всего, понадобятся Потому что все будет в приветственном письме В этом его основной смысл То есть, есть программа Есть репозиторий В котором хранятся исходники наших лекций Чтобы вы могли по ним пробежаться Еще раз при желании И там же будут домашние задания И тесты к ним Такой один большой репозиторий Видимо, там же будут ответы на вопросы Но это не точно И Slack-канал, который тоже будет в рассылке У меня его сейчас нет Ну, под рукой Да и не перепишите вы его, наверное, руками Нам бы очень помогло, если бы вы заполняли на портале Фидбэк по лекциям Потому что это для нас действительно важно Мы понимаем, что какой материал получился хорошо Какой нехорошо Что понятно, что непонятно И нужно отмечаться на лекциях Чтобы, ну, это не только Это уже не скорее нам Как бы для учебной части нужна Они нас очень просят И мы вас очень просим Пожалуйста, отмечайтесь Это важно Мы так или иначе Эту статистику потом собираем Смотрим И делаем выводы о том Какой материал более интересен или нет Увидим, что там лекцию никто не посещал Возьмем и выкинем А она вдруг была хорошая Это наши профили Вадим – это тот, с кем вы только что познакомились Слава Сан-Затарьянов И Владимир Денисов – это тот, кто будет читать следующую лекцию С ним вам еще предстоит познакомиться Что нужно на входе? Я так понимаю, что Так как входной тест был достаточно непростой И он относился к программированию Мы, в общем, ожидаем, что В принципе, вы программировать умеете То есть мы себе цели поставить Не ставим цели научить вас программировать Объяснить, как это устроено Что такое алгоритмы Или как условные конструкции работают Это не наша задача То есть мы хотим больше именно к языку Python И к его практическому применению Больше туда направить усилия Нежели на само программирование Что для этого нужно от вас? Ну, помимо умения программировать Подтебуется действительно заранее Можем вас предупредить, что все задания Они потребуют существенное время То есть там такие задания, которые Я делал первую домашку Я ее, чтобы сделать и написать тест И я потратил там два часа с копейками Если у вас нет там таких вот знаний Которые ультра там по питому То есть если вы действительно пришли учиться Я думаю, что с непривычки может потребоваться Не знаю, в день примерно То есть там 6 часов, 7 часов То есть стоит закладываться И это первая домашка Следующие могут быть даже сложнее Поэтому на каждую домашку получается неделя Вадим немножко вас напугался штрафами Но мы наверное еще поговорим Но по-моему на второй неделе там есть штраф Но он еще не сильно большой То есть у вас есть от недели до двух Чтобы более-менее полный балл получить за домашнее задание Но мы просто вас предупреждаем Что не надо планировать, что вы там сядете в субботу в 10 вечера И там, не знаю, к 12 ночью она у вас там будет готова Нет, за полчаса ее не сделаешь Это точно Мы специально старались, чтобы так было Ну, чтобы вы как бы больше Больше приобрели практического навыка программирования И посидели, поразбирались с тестами, с ошибками Что-то вот покрутили, повертели Чтобы больше руками пощупали Объем знаний, который Объем материала, который мы даем Он очень широкий Правда, он По-хорошему Он за полгода Его невозможно рассказать нормально И поэтому Мы постараемся объяснить то, что успеем объяснить Но с вашей стороны тоже потребуются Некоторые шаги на встречу Чтобы вы смогли что-то поизучать самостоятельно Перечитать лекции Начиная от материала к лекциям Послушать что-то Посмотреть Может быть какие-то дополнительные материалы Потому что того, что мы расскажем Может не хватить Ну, то есть это явно такое В неком смысле поверхностное обсуждение материала И это естественно, потому что Количество лекций, оно не дает нам развернуться в этом плане Мы хотели дать общее обзорное понимание Чтобы вы могли сами глубже копать в каких-то направлениях Которые вам нужны или интересны в данный момент Как говорил Вадим опять же Нужно задавать вопросы На лекциях лучше, пока я рассказываю материал Лучше не смешиваться, я могу сбиться Я буду останавливаться в какие-то ключевые моменты и спрашивать Ну, и после лекции и в перерыве в принципе тоже Ну, вообще мне кажется, что вопросы эти все Ну, всем интересны и поэтому Их стоит и говорить вслух Ну, вот отзывы Это я уже говорил На всякий случай напоминаю еще раз Что мы будем собственно рассказывать Ну, естественно, дадим в общем базовые знания о синдексе Сепитона И о том, как в принципе на нем программировать То есть какие-то базовые конструкции Плюс о некоторых библиотеках Которые позволят вам решать какие-то практические задачи То есть ну, если кто видел там список лекций Ну, охват широкий И как в домашних заданиях, так и на лекциях Продемонстрировать, как решаются те или иные проблемы С которыми вы столкнетесь в реальной жизни То есть курс называется прикладной питон То есть мы стараемся поделиться с вами Какими-то знаниями, которые относятся не к программированию в вакууме То есть не к программированию каких-то олимпиадных задач Я не говорю, что это плохо Я говорю, что это просто немножко другой аспект То есть там больше алгоритмов А здесь это больше про... С углублением про то, как работает там Что-то вокруг питона, да, окружающий мир, да Там сеть, не знаю, кодировки Асинхронное программирование, как устроено Зачем он нужно, процессы, потоки Ну, то есть база данных, веб, как устроен То есть это все касается не напрямую языка Но как решаются те или иные задачи, проблемы С помощью библиотек, которые в нем доступны Вот это наша цель вам продемонстрировать, показать И дать хотя бы какие-то базовые практические навыки И, ну, в общем, наша глобальная цель Это чтобы язык питон, он стал для вас таким языком На котором вы могли бы быстро что-то накидать Прототип, какое-то решение, которое бы служило базой Отправной точкой для каких-то проектов Вот для меня питон, он стал таким языком Я, ну, даже задолго до того, как я стал на нем профессионально программировать Он просто для меня был таким языком, на котором О, вот я хочу там какую-то проверить математическую штуку Или там сходить в какой-нибудь сервис Там вычитать джейсон, что-нибудь посмотреть Питон это первый кандидат на то, чтобы быстро что-то сделать Мы сейчас, наверное, там поподробнее про это расскажу Но нам бы хотелось, чтобы питон стал таким же языком для вас Чтобы вы не задумываясь могли открыть репу питона И что-нибудь быстро накидать и проверить, посмотреть И убедиться в том, что оно работает или не работает И дальше уже как-то это развивать и делать Теперь можно перейти непосредственно к занятию Для этого я запускаю такую штуку И еще красиво показать То есть там есть язык разметки Markdown Можно использовать И LATECH для формул То есть можно вот какие-то такие красивые тексты делать И прежде чем мы перейдем непосредственно к питону Нам надо будет познакомиться с гетоном Да, кстати, я быстро спрошу А можете поднять руки, кто уже что-нибудь писал куда-нибудь на питоне? Ну это прекрасно А с гетоном кто знаком тоже? Можете показать? А, ну это вообще здорово Тогда я буду познакомиться Постараюсь побыстрее, чтобы не утомлять ту часть публики, которая знает, о чем идет речь Гид это такая штука, которая нужна для того, чтобы сохранять все изменения Там в каком-то наборе файлов То есть это называется средство для контроля версий То есть мы разрабатываем какой-то проект Мы что-то в нем поменяли какой-то файл Там добавили функцию Там файл добавили, что-то удалили И вдруг выясняется, что мы там где-то ошиблись Или что-то сделали не так То гид нам позволяет посмотреть состояние на то, что было до этого То есть он сохраняет по сути все состояния файлов промежуточные Которые являются как бы отправными точками Они в ГИТе называются коммитами То есть ты что-то поменял, говоришь коммит И это означает, что ты устанавливаешь какую-то опорную точку Что вот это состояние надо сохранить И основные команды, самые первые, которые вам понадобятся Если вы там захотите открыть ту же самую штуку По которой я вам читаю и рассказываю Это гид клоун Она клонирует весь репозиторий со всей истории То есть можно, например, с гитхаба Или еще откуда-нибудь, если там есть какие-то локальные репозитории Скопировать все файлы со всеми их состояниями То есть вы можете увидеть всю историю изменения версий За все время, во всем файлам И гид init это если вы создаете на ровном месте Пустой репозиторий, в котором еще ничего нет Вы будете туда добавлять файлы Я вам сейчас буду рассказывать про команды и показывать Дело в том, что наша вот эта лекционная вся штука В которой хранятся файлы и домашние задания Она вся тоже хранится в ГИТе и лежит на гитхабе Вам видно, да? Самая первая команда это гид статус Она показывает, на какой вы ветке Мы сейчас к этому перейдем И изменены ли какие-нибудь файлы Вот он мне показывает, что есть файлы, которые не отслеживали ему ел То есть есть файлы, которые он уже гид хранит в состоянии отслеживать Знает и хранит по ним изменения То эти файлы в репозиторий не добавлены Они как бы новые, вот только появились И мы их сейчас добавим Ну это служебные файлы mac mac.s Мы их добавлять не будем Мы, наверное, посмотрим Нет, не посмотрим Сейчас, давайте для примера Я что-нибудь поменяю в файле Быстро Ага, вот она Вот, я поменял просто что-то в файле папки И вот теперь он мне показывает, что Это специальный формат, называется div Он показывает файл, который поменялся И изменения То есть вот это строчки, которые изменились по сути Он показывает, что добавилась одна строчка То есть с седьмой по шестую стало с седьмой по седьмую То есть вставили одну строчку Он, в общем-то, достаточно очевидный Не то, что очевидный, а в принципе понятный То есть он показывает плюсиками и минусиками То, что там добавилось, удалилось Если строчка поменялась, то старая как бы убралась Новая добавилась Он, в принципе, достаточно хорошо и глазами читается Но если вы будете использовать какое-нибудь там средство IDR То есть там, не знаю, PyCharm, Visual Studio Code Или еще что-то такое Они все умеют с этими форматами работать И подсвечивают их красиво Прямо там в какой-нибудь такой двухпанельной, например, схеме Для того, чтобы добавить файл в commit Ну, то есть добавить файл для отслеживания Мы используем git add и потом commit То есть мы должны сначала отметить те файлы, которые мы хотим запечатлеть Вот их окончательное состояние в хранилище И потом только их добавить в хранилище Я сейчас, наверное, вряд ли вам весь сценарий расскажу Вот прям от начала и до конца Но вам вкратце... Да, я просто вижу, что вы уже начинаете скучать То есть обычный сценарий Это то, что мы что-то поменяли Посмотрели, что что-то поменялось Добавили и за коммитинг там с каким-то сообщением То есть каждому коммиту еще написано сообщение Вот мы там запилили там такую-то фичу, да, то есть там что-то поменяли Исправили такую-то ошибку Потом все эти штуки видно в логе То есть мы можем посмотреть Вот это лог Это коммит, комментарий к коммиту, автор и время И вот это то, что я делал домашнюю работу А это то, что Вадим добавлял... А, изменял как раз информацию о сдаче домашних работ А это с предыдущей Видите, май 23-й Это еще с предыдущей сессии Ничего не делали на предыдущем курсе То есть всю историю можно посмотреть И есть такая штука, которая вам, скорее всего, пригодится Она называется branch Вы можете в любой момент, так сказать, ответлиться То есть у вас есть основная ветка Она называется master И она является как бы дефолтной То есть по умолчанию Если вы скопировали хранилище, вы работаете в ней Но если вы разрабатываете какую-то большую Большой кусок кода, ну вот в реальной практике Лучше сделать отдельную ветку и накапливать изменения там Это позволяет вам вот этот мастер, который основной, не ломать То есть там могут быть из него какие-то сборки сделаны Но вообще в принципе в вашем Если мы говорим не про разработку какого-то крупного проекта А в вашем случае То ветка это такая штука, которая нужна для того, чтобы сделать эксперимент То есть вы не уверены, что ваши изменения в ходе Они к чему-то хорошему приведут То есть там может что-то поломаться Вы хотите попробовать Попробовать какую-то новую версию библиотеки Например вам нужно что-то переделать И вы понимаете, что процесс может быть необратим То есть в этом что-нибудь испортите и все Делаете ветку, делаете там Если все хорошо, эти изменения легко потом переносятся в мастер Ну там или в другую ветку И наоборот из мастера в вашу ветку С помощью команды Merge Вот это в принципе самое основное то, чем гид хорош Вот эти ветки и переливание между ними изменений Он это делает достаточно прозрачно То есть если вы не изменяли в двух ветках один и тот же кусок кода Он даже молча просто их сольет Как бы убедиться в том, что изменения друг с другом не конфликтуют И у вас будут актуальные изменения и там, и там Ну то есть это правда удобно То есть когда вы поработали, то вот это переливание веток Оно хорошо работает Здесь все эти команды записаны Вы это сможете посмотреть Вот эта штука, она открывается прямо на гитхабе То есть там нельзя, говорит, исполнять, конечно, питон код Но все, что текстом есть, можно открыть прямо на гитхабе Вот в talks Это первый Я тут выписал основные команды, которые могут вам понадобиться Мы их просто детально не будем разбирать И там же просто на гитхабе Написана команда, как запускать вот эту штуку И, ну, ноутбук Для этого нужно сначала спланировать репозиторий А после этого установить пакет в юпитер, чтобы все работало Там написана прямо команда на гитхабе Она использует команду pip Это такой менеджер пакетов для питона Вот как есть, не знаю, в линуксе, например Или еще где-то То есть это есть некое единое хранилище В котором под именами лежат те или иные пакеты И вы можете просто установить То есть нужно вам, не знаю, там, web framework Django Вы напишите pip install Django И он его вам выкачивает в последней версии и устанавливает Если мы говорим про какой-то более-менее проект там большой То вам не нужна последняя версия Вам нужна та конкретная, на которой у вас все протестировано и работает Потому что если он вдруг в какой-то момент там скачает самую последнюю версию У вас может что-либо сломаться Для этого используется файл requirements Ну то есть или rex В котором записаны прямо текстом версии пакетов И их имена, которые вам нужны для работы Вот здесь он, кстати, по-моему тоже есть Нет А, ну там просто один пакет в юпитер и все Просто если там какой-то большой проект Там написано прямо такой-то проект, такой-то пакет, такая-то версия И вы можете это использовать А, и там же еще используется такая штука как virtual environment То есть виртуальное окружение Это нужно за тем, чтобы если у вас несколько проектов на питоне И они могут использовать по сути разные версии библиотек Чтобы эти разные версии библиотек друг с другом не конфликтовались И сделали такую классную штуку, что все, ну что библиотеки устанавливаются в специальную папку Она называется виртуальное окружение И вы работаете, ну как бы из нее Вот эта папка, вот здесь она у меня называется virtual environment Это вам не нужно там обязательно запоминать Это просто пояснение к тому, как запускается проект На гитхабе это написано Вот это моя папка с виртуальным окружением Тут по сути лежат копии библиотек И ссылки на исполняемые файлы пит и самого питона Фух, все В общем, вводную часть я вот такую, которая вам нужна будет Такой ликбез для того, чтобы это все запустить Я по сути рассказал И мы можем перейти к самому языку У меня здесь конкретно 3.6.3 питон Все, что здесь написано, должно работать на любой версии 3 старше, чем 3.6.3 То есть там на 3.7 тоже С этим проблем быть не должно И мы можем перейти непосредственно к питону Питон это высокоуровневый язык Вот вот статья из википедии Общего назначения Ориентированный на повышение произведительности разработчика и читаемости кода Что это? А, ну и мультипарадигменность То, что он поддерживает объектно ориентированное программирование И формально поддерживает функциональное и аспектно ориентированное программирование Первая часть говорит о том, что автор языка Ну он по сути единоличный в свое время был автор Он его проектировал таким образом, чтобы было легко и быстро писать код на питоне И было легко читать По мне так он своей цели добился Это действительно так и работает К питону есть много претензий Но никто никогда не слышал, чтобы жаловался на то, что на питоне долго разрабатывать Ну в том, в плане, чтобы долго писать какой-то код муторный Что на нем как-то неудобно или там не нравится писать, что где-то что-то мешается И что он плохо читается Ну в смысле как язык Что он там какой-то раздутый Или с каким-то невнятным синтаксисом Эта часть как раз ему удалась Там есть вопросы с производительностью Но мы к этому перейдем чуть позже Формальный питон поддерживает несколько парадигм программирования Но в общем и целом это объектно-ориентированный язык И большинство вещей, которые делаются в питоне каких-то Они в общем нацелены на объектно-ориентированное использование В общем все является объектом И там много вытекающих из этого следствий Вы там с которыми чуть позже познакомитесь В питоне есть функциональные некоторые аспекты Которые в правильных местах При правильном применении помогают Но перебарщивать Чисто использовать в питонках Чисто функциональный язык Если сильно постараться может получиться Но я бы не рекомендовал И наверное никто бы не рекомендовал Потому что это в общем так не принято То есть так не принято писать в питоне Если вы будете писать какой-то код Который будут читать другие люди То они удивляться этому И в довершение к справочной информации Это интерпретируемый язык со строгой динамической типизацией Мы сейчас поподробнее об этом поговорим Но начать хочется с того, что интерпретируемый То есть это значит, что все программы распространяются по сути с исходными текстами То есть вы для исполнения программы на питоне Вы отправляете куда-нибудь программу на питоне Или берете саму программу на питоне И скармливаете ее интерпретатами Это в общем влияет на скорость Ну потому что каждый раз она парсится заново Но это наверное не самое плохое Сейчас уже достаточно поразительная машина Чтобы это не очень долго делать Больше проблема в том, что вы не можете сделать Каких-то там прям оптимизаций в вашей программе Которые там могли бы ее сильно ускорить То есть в принципе как делают там какие-то компилированные языки Что генерируется там какое-то промежуточное представление кода И начинает там целевую архитектуру как-то оптимизироваться Здесь этого нет, да То есть это первое на что это влияет Это во-первых на скорость Во-вторых на то, что если вы этот код используете не на своей машине Запускаете не на своей машине А где-то, не знаете, деплоите на какие-то сервера То есть ваш код исполняется где-нибудь там На каком-нибудь другом веб-сервере На этом веб-сервере должен стоять интерпретатор питона В правильной версии И должны стоять те библиотеки Которые вы используете в своем коде То есть если он что-то импортирует Там какой-нибудь там, не знаю, веб-фреймворк Да, там библиотеку для общения там с вебом Ну не важно, что-то вы импортируете не встроенное в интерпретатор Да, то что не является неотделимой частью самого питона Вам это нужно тоже доставить на этот сервер Иначе работать не будет То есть в отличие от какого-нибудь компилированного языка Вы собрали экзешник Он, ты его где-нибудь запускай на этой архитектуре Он будет работать Но зато он архитектурно независимый То есть исходные коды Которые собраны, не знаю, там на линуксе Могут также быть исполнены на фрингоизделе На Windows, на Mac OS Не важно, да, потому что это просто текст То есть он везде значит одно и то же Если с кодировками как бы нет проблем То дальше уже дело техники Главное, чтобы у вас был интерпретатор на этой архитектуре Это такая штука, которая встроена в компилятор Импорт это процедура импортирования какой-то библиотеки или модуля А это как бы, ну не то чтобы шутка Это такое сообщение для программистов Которые оставили авторы языка Оно вот импорт здесь выглядит И то, что здесь написано Это так называемый дзен питон То есть это основополагающие принципы Которые заложены авторами языка Которыми они руководствуются для того, чтобы продолжать питон в том же духе, в котором они его начали И в общем-то это полезно в том плане, что это позволяет в некоторых смыслах понять Почему сделано так, а не по-другому И может через какое-то время как-то проникнуться в вот этой идеологии языка И приблизиться к тому, чтобы писать более красивый, чистый, идиоматичный, как говорится, код Тут есть как бы, конечно, такие очевидные вещи Что красивое лучше, чем безобразное Или там простое лучше, чем сложное Но есть не менее очевидные вещи, как, например, вот это Что должен быть один, и желательно только один, очевидный способ что-нибудь сделать Это, например, сильно отличается от парадигмы, который там в рубе Что там наоборот ровно сказано, что должно быть как можно больше способов сделать одно и то же Это вот из-за таких решений, из-за таких вещей языки сильно отличаются То есть это то, что влияет на то, как вы его используете Ну и вот следующий пункт, тут есть и шутки, да То, что следующий пункт о том, что даже несмотря на то, что этот путь может быть для вас не очевиден сначала Если вы не датчанин И я люблю, когда, ну, когда людям рассказывают про питон, если они с ним не знакомы Я люблю показывать эту картинку Это комикс XKCD из серии Который как раз, вот мое ощущение о питоне передает замечательно Да, то есть, ну, если вы, так, и он в песне помещается Ну, вот, наверное, уже первую часть прочитали Это такой язык, который делает программирование правду веселым Вы можете очень быстро, то есть, правильный способ программирования чего-нибудь на питоне Это погуглить библиотеку, которая делает 90% из того, что вам нужно Заимпортить, поэкспериментировать в консоли Посмотреть, что все окей работает И там выдохнуть, да, то есть, получается или там не получается, да Или там все не так, как я думал Но, в общем-то, если вы решаете какую-то практическую, типовую задачу Это не тот язык, который заставит вас там часами писать какие-то для себя там библиотеки, модули, еще что-то Это язык, в котором ты за 15 минут там находишь то, что тебе надо Заимпортил, посмотрел, отлично, все завелось и работает Это приятно, да, то есть, когда ты, пытаясь решить какую-то повседневную задачу Взял и там, как бог все заавтоматизировал, все замечательно работает И этот язык, он очень распространен, то есть, на любой Linux платформе, на Mac платформе Он идет прямо из коробки И, ну, сейчас там раньше была проблема с версиями 2.7.3 Сейчас уже везде по дефолту стоит третья версия И мы с этой проблемой даже не столкнемся Вот Ну, начать стоит, конечно, с Hello World Это валидный питон-код, который можно исполнять, ну, вот в таком Юпитер ноутбуке Но на самом деле у питона есть еще один способ Можно просто зайти в консоль, ну, в ваш терминал Набрать питон И у вас запустится интерпретатор Который будет просто выполнять вашу команду одну за одной и выводить результат То есть, например, вот этот Hello World без Юпитера, а просто в консоли выглядит вот так Вот Он принял от меня команду, выполнил и вывел содержимое на экран И если я попрошу там что-нибудь такое сделать То он тоже прекрасно так же посчитает и выводит То есть Я, например, часто использую его как калькулятор Потому что можно какое-нибудь сложное выражение составить Даже вот так, например А, вот так лучше Ну, то есть Какое-нибудь со скобочками выражение посчитать Это удобнее, чем на каком-нибудь калькуляторе Особенно на телефон, если под рукой компьютер Я с вашего разрешения буду это делать здесь Потому что Ну, здесь нагляднее Вы сможете вернуться к этому Выполнить заново Что-нибудь поменять, покрутить, поправить И увидеть, как оно на самом деле работает Что я вас не обманываю Начнем мы Ну, так как мы обязательно сейчас с Hello World прошли Мы можем перейти Мы к строкам вернемся чуть похоже А сейчас займемся числами Есть несколько форматов представления чисел Литералов, да Обыкновенные числа в десятичной системе Понятно, да То есть мы можем просто писать их Как я уже показывал Они просто работают Также можно писать их в двоичном В 16-ти ричном формате Числа с плавающей точкой поддерживаются Инженерный формат Но это вам, наверное, может быть по каким-нибудь знакомым Другим языкам программирования Но есть еще необычная такая штука Как встроенные комплексные числа Я, честно говоря, кроме как на этой лекции И на предыдущей такой же Их ни разу больше не использовал Ну, может быть, это как-то мое использование языка характеризует Но, в общем, я с реальными задачами пока с ними не сталкивался Но они есть, окей Может быть, кому-то это надо И есть еще специальная штука Которая вот правда удобная Это то, что можно длинные числа Разделять нижним подчеркиванием Чтобы можно было визуально отследить корректность То есть, если мы введем Десятизначное число Или двенадцатизначное число Просто подряд цифрами То очень сложно убедиться в том Что там, например, столько знаков Сколько нужно А вот в такой штуке проблем нет Ой, что ж она перестаркивает Вот А, понял Перепонял Вот так нажимаем В такой штуке проблем нет Она просто Для нее это такое же число То есть, написали бы с нижними подчеркиваниями и без Он их просто уберет И склеит в одно большое десятичное число И что хорошо с этими числами В том, что Он автоматически Интерпретатор Переключит их на длинные числа Если ему понадобятся То есть, пока они будут маленькими Они в памяти будут занимать немного места Как только они перестанут помещаться В машинное слово Если они память не изменяют Может быть, в двойное слово Он их переделывает вот в такое представление И их можно с ними сделать все, что угодно То есть, это как бы Ну, арифметика больших чисел Да, то есть, не нужно подключать Каких-то дополнительных библиотек Оно само работает из коробки И хорошо работает А тип для него тот же самый То есть, для него Что Вот это число int Или там единица это int Так и вот это int То есть, просто целое число Другое дело Число с плавающей точкой То есть, это флот Если вы имели дело с языками Типа C, C++ Или, может быть, такими Вы, наверное, сталкивались с флотами То есть, числа с плавающей точкой У них есть некоторая специфика Они идеально подходят Для каких-то инженерных вычислений Не знаю, численные методы Там что-нибудь из этого рода Ну, мы там чуть-чуть попозже будем К этому вернемся Есть строки Это я вам просто демонстрировал Что показывает команда type То есть, это такие базовые типы данных Целое число Число с плавающей точкой И строка С числами определенные операции Ну, помимо очевидных Сложений и вычитаний Больше Больше либо равно Меньше Меньше либо равно Они работают точно так же Есть операция сравнения на равенство Которая выглядит вот так Равно-равно То есть, присваивание значения Какой-нибудь переменной Как мы там ниже увидим Это один знак равенства Два знака равенства Это уже оператор Который возвращает Булевое значение То есть, это Есть отличие То есть, ошибка у меня новичка была Когда я в условиях писал А равно 3 И это было присваивание Ну, то есть, в каких-то По-моему, даже компилятор ругается Говорит Нет, ничего Так не получится Ты что-то не то делаешь И неравенство Это равно С восклицательным знаком То же самое, что равно-равно Но наоборот Умножение Деление И тут есть еще одна Отдельная операция То есть, есть деление А есть целочисленное деление Я вам сейчас покажу Если мы возьмем и поделим Два числа Даже если они делятся нацело Как вот 6 и 3 Результат все равно будет флоат Ну, то есть, результат отделения Это всегда число с плавающей точкой Вне зависимости от того Какие операнты А вот результат отделения С двумя слышами Это число целое И он берет целую часть От результата То есть, это целочисленное деление И есть еще операции Процент Это остаток отделения Но это, по-моему, тоже Всяг Если не поймите У меня точно так же И операция С двумя С двумя звездочками Это возведение в степени Ну, я вам показываю Как она работает Она может возвращать И флот И инт То есть, если мы Чуть я сюда пошел Это делать А, нет Вот он, кстати, с платом Так не умеет А, с метом умеет А, по поводу Чисел с плавающей точкой Если вы все-таки С ними не спалкивались Я вам хочу заметить Одну вещь Что числа с плавающей точкой Это, например, Точно плохая идея Для того, чтобы хранить там деньги Потому что они Сохранятся весьма специфическим образом И, ну, вот как тут В примере, да Казалось бы, да Что одна десятая плюс две десятых Это три десятых Но Питон думает по-другому И это не то, чтобы он там Какой-то плохой Правильно их складывает А это как раз Машинное представление Числа с плавающей точкой Так работает Если бы у вас здесь были Какие-нибудь копейки Или тем более Сумма глава побольше Если бы вы складывали Сколько Вася должен петь И там И Коля еще То у вас может В какой-то момент Выпасть, что Вот эта неточность Приведет к другому результату Если вы решаете Какие-то задачи Связанные с Ну, например, деньгами Есть такая штука Как децимол Она хранит число Отдельно Как длинное и целое И, ну, количество знаков После запятой То есть Куда нужно Десятичную точку сдвинуть Вот тут нет ошибок Округления Ну, вы просто Имейте в виду Мы можем перейти К базовым операциям Наверное, одна из самых Базовых операций Это определить Какую-то переменную И запомнить в ней Значение Отдельного синтаксиса Для определения переменных В питоне не заведено Как и типов То есть Сейчас Вот в этой строчке Переменная А Вот в этом месте Она типа СТР Да, то есть Можно заодно СТР А здесь она уже А здесь она уже То есть Вам никто не помешал В переменную Которая только что Была строкой Присвоить Целое число И наоборот И объект Туда присвоить Или еще что-то То есть У переменных Здесь нет типов Типы есть только Значение И это как раз Называется Динамическая Этипизация То есть У любой переменной В какой-то Выделенный момент Времени Может быть Значение Любого типа Можете Переприсвоить Любым другим Типом Вот Это никого Не волнует И это В какой-то момент Удобно То есть То, что Вы можете В зависимости от ситуации Хранить Там Разные вещи Но В общем-то Это еще И источник ошибок И Можно Совершенно Случайно Туда Где Должна была Быть Строка Передать Не знаю Там Массив Строк Или Массив Символов По одному Или Вообще Число И никто Не помешает У вас Просто Логика Упадет Там Где Она Будет Начинать Работать С этой Строкой А вот Как Она Упадет Упадет Она Примерно Вот Так Типизация Хоть И Динамическая То есть Определяется На этапе Выполнения То есть На этапе Интерпретации Кода Точнее Про прочитывание Интерпретатора Ваших исходных Текстов Типа Не проверяются Но В момент Исполнения Операций В самой операции Проверяются Какие типы Ей пришли На вход И что Она с ними Может Или не Может Сделать И это Тоже Питон Отличает От Многих Других Языков Потому что Ну Особенно Динамических И Динамической Типизацией Потому что Типизация У него Сильная Сильная Типизация Означает Что Питон Если он Встретит Операнды Каких-то Типов Которые Точно Не Недоступны Для этой Операции Он Ее Не Будет Выполнять То есть Он Не Будет Преобразовывать Операции К тому Или Иному Типу То есть Например В Джаваскрипте Там Не знаю Видели вы Когда Нед Ролики Там Whatafuck Джаваскрипт Или Whatafuck Первый Там Есть Моменты Когда Например Можно Взять И Сложить Число Со Строкой Или Строку С числом И В зависимости Например От порядка Операндов Или В зависимости От того Пустая Строка Или Не Пустая Или В зависимости От того Что В строке Написано Число Там Ну В смысле Строка Содержит В себе Символы Бук Или Символы Чисел Десятичных Вот В зависимости От этого Будет Разный Результат Может Скастовать Там Строку В число Сложить Как числа Там Или Наоборот Или Вообще В объект Сложить Там Поляк Результат Он Ну Понятно Что Он Детерминированный Что Он Всегда Будет Один И Тот же Но Глядя На Вот Какое Такое Выражение Ты Далеко Не Всегда Можешь Сказать Какой Получится Результат Даже Те Люди Которые Долго Программируют На Джавас Крипте Они Вот Так Смотрят И Сходы Не Смогут Сказать Какой Будет Результат Я Считаю Что Ну Как Здесь Сделано Не Так Лично Мне Это Нравится Я Считаю Что Так И Должно Быть Это Предостерегает Ну Хоть И Не На Этапе Компиляции Хоть На Этапе Загрузки Скрипта На Этапе Выполнения Но Это Предостерегает Вас От Многих Ошибок Если Вы Хотите Сложить Число Со Строкой Вам Нужно Я Интерпретатора В Какую Сторон Вы Хотите Преобразовать Тот Или Иной Тип Он Сам Этого За Вас Делать Не Будет Но За Исключением Флот Смысл Чисел С Плавающей Точкой И Целых Чисел То Преобразовать Целое Число Число С Плавающей Точкой Это Не Проблема Сложить 1 И 1,2 Это Не Проблема Понятно В Языки Программирования Где Так Надо Делать Вот Здесь Выводится Ошибка И Наверное Стоит Обратить Внимание Она Здесь Выглядит Немножко Странно Если Вы Будете Писать Дом О Скрипте Она Будет Немножко Очевиднее В Том Плане Что Какие Тут Есть Моменты Что В ней Написано В ней Написан Сам Тип Ошибки В данном Случа Это Ошибка Типа Тип Той Операции Которая Должна Была Быть Исполнена Тип Тип Оперантов Он Не Совпадает С Ожидаем Это Хорошо Можно Как-то Интерпретировать И Следующие В Следующих Несколько Строках Их Обычно Две Или Три Со Ссылкой На Номер Строки Исходного Кода Просто Здесь Немножко Поехал Из-за То Что Это Вот Такая Специфическая Штука Что Это Ноутбук Python Юпитер Если Вы Это Будете Запускать В Каком-то Своем Стректи Он Вам Покажет Место В Коде В Котором Произошла Ошибка И Помимо Самого Типа Ошибки Еще Будет Текстовая Расшифровка То Есть Их Вполне Можно Читать Не Бывает Ошибка В Склаб Все Мозг Выключается Типа Нет Надо Закрыть Попробовать Еще Раз Нет Она Вполне Если Ее Попытаться Прочитать Хотя Бо Два Раза Сверху Вниз Я Думаю Что Вполне Будет Понятно Что Происходит И В Общем То Особенно В Стандартных Библиотеках Все Эти Ошибки Люди Стараются Так Чтобы Они Были Очень Информативными Чтобы Если Вы Читаете Что То Если Что То Пошло Не Так Вы Могли Сами Разобраться Ну Естественно Гугление Ошибок Еще Никто Не Отменял Это Тоже Прекрасный Способ Просто Надо Обращать Внимание Что Лучше Гуглить Вот Эту Часть Так Как Она Может Быть Более Информативная Может Вы Найдете Какую Справку Например О Этой Ошибке И поймете Что Конкретно У вас Не Так Число Сейчас Я Пытаюсь Преобразовать Строку В число И Я Говорю Что Для Демонстрации Того Что Ошибки Как Бы Хорошо Читаются Тут Буквально Написано Что Неправильное Значение И Что Неправильный Литерал Для Целого Числа С базой Десятичной Да То есть Десятичной Десятичной Системе Исчисления И Сам Литерал То есть Если Туда Параметр Или Результат Вычисления Выражения Вы увидите Что Конкретно У вас Там Собралось И Почему Оно Не Может Быть Исполнено То есть Ошибки Правду Удобнее А Чтобы Ошибки Той Которая Была Выше Со Сложением Не Было Мы Берем И Преобразуем Число Строк И Все У нас Прекрасно Работает То есть Никакой Проблем Нет Надо Просто Сказать Как Мы Нормальной Операции Она Работает Вот Кстати Как раз Можно Перейти И К Строкам Так На данный Вот Я То Место Вопросы Может быть Какие-то Уже Есть Нет Пока Все Понятно Окей Почему Вы Не Проклить А Не Проклить Три Или Это Одно И Тоже Это Одно И Тоже Тогда Ну Я Не Знаю Слышал Кто Нибудь Или Нет Есть Ну Была Знаменитая Миграция С Питона 2 На Питон 3 То есть Питон 3 Не Обратно Совместим С Питоном 2 Но Я Думаю Что Вас Это Напасть Минует Потому Что Сейчас В Почти Везде Питон 3 За Исключением Каких-то Продакшн Систем Которые Давно Писались И Никому Не Хочется Трогать В Все Библиотеки Насколько Я Знаю Работают Или На Обеих Версиях Питона Или На Третьих И Вот Когда Эта Миграция Была В Процессе Была Нормальная Ситуация Когда У У У На Машине Стояло Две Версии Питона Вторая И Третья И Питон 2 Именовался Как Питон 2 А Питон 3 Именовался Как Питон 3 И У Них Соответственно Было Два Манеджера Пакета Один Пит Просто Или Пит 2 И Второй Пит 3 От Третьей Версии Питона То есть Соответственно Там Было Две Версии Исходников В общем На самом Деле Даже Сейчас Такая Схема Именования Бинарников Питона Она Осталась Просто Сейчас Она Перешла На Более Поздную Версию Ну Как Более Такая Она Вам Позволяет Исполнить Код На той Версии Питона Которая Вам Нужна То есть У меня Есть Отдельный Исполняемый Файл Для Питона 2.7 Для Питона 2 Где-то Тут Нет Просто Питон Питон 3.6 Питон 3.7 Будет Питон 3.7 Будет Еще Питон 3.7 Они Не Раскопированы Это Ссылки Когда Например Обновляется Третья Версия Питона Он Оставляет Старую 3.6 Ставит 3.7 Новый Бинарник Новая Мажорная Версия И Меняет Ссылку На Питон 3 И Питон Питон 3 Вот Эта Штука И Питон 3 Скорее Всего Указывает Вот Сюда Это Просто Ссылка На Другое Исполнение Файлов Вот Этот Питон Скорее Всего Указывает Вот Сюда Как Раз То Вы Вы Можете Запускать Просто Питон Но Он Будет Запускать Какую-то Конкретную Версию И При Этом У Вас Остается Возможность Запустить Ровно Ту Версию Питона Которая Вам Нужна Если У Вас Несколько То Это Просто Такое Средство Именования Вот Этих Исполняемых Файлов С Пипом То же Самое Есть Пип Который Является Указателем На Питон На Пит 3 Или На Пит 2 Ответил На Вопрос Да ОК Строки С ними В общем Все Понятно Всем Я думаю Знакомый Тип Данных Здесь Единственное Что Хотелось Отметить Что Есть Несколько Способов Задания Литерала Строки И Это Очень Довольно Я Сейчас Объясню Почему Строчка Это То Что Заключено В Одинарные Кавычки Или В Двойные Кавычки Или В Три Одинарные Кавычки Или Вот Это Мы Сейчас Чуть Поподробнее Обсудим Попозже Что Зачем Нужны Вон Пары Кавычек Затем Что Если Вы Хотите Внутри В вашей Строке Использовать Одинарные Кавычки Вы Заключаете Общую Строку В Двойные И все Работает И наоборот Можно сделать Если вам Нужны Внутри Двойные Кавычки Вы Заключаете Строку В Одинарные И все Работает Тоже Никаких Проблем Вот Эти Строков Строков Литерал Тоже Получилось Почему 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 Так Получилось Вот Мы Вывели High И Пробел Потом Перевод Строки Потом Где Два Слэша Два Слэша Это Получается Экранированный Слэш То есть Мы Говорим Что Если Два Слэша Подряд То Это Значит Что Это Не Спец Символ Слэш А Ну Кусок Строки Да То есть Нужно Просто Ввести Один Слэш В строку Вот Он У нас Вывелся Пробел TH Слэш T А Вот Здесь Один Символ Табуляции У нас Вывелся Вот Длинный И Остаток Строки От Д То есть Вот Управляющий Символ Их Здесь Не Подсвечивают Но Если Вы Будете Использовать Редакторами Кода Еще Выделяются Специально Чтобы Вы Не Пропустили Как-то Случайно То есть Если Вы Не Хотели Добавить То Он Отображает Ну Там Символ Перевоза Строки Он Используется Часто Да То Что Можно Взять Какую Нибудь Строку И Склеить Там Какую То Длинный Текст Из Более Коротких Однострочных Литералов Вот Теперь Мы Пришли К Р Символу Эта Штука Она Означает Сырая Строка Это Значит Что Внутри Все Вот Эти Слэши Слэшн Слэшт Два Слэша Они Будут Интерпретироваться Как Обычные Символы То Он Говорит Все Я Вот Эту Всю Магию Выключаю С табуляциями С какими-то Еще Историями Это Просто Обычные Символы И Слэшн Здесь Значит Слэш И Ну Я Еще Показал В Трех Кавычках Строку В Общем Здесь Могло Быть Две Кавычки А Я В Одну Строку Запихнул Одинарные Двое 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 Кавычки Просто Потому Что Мог Строку Можно Напечатать И В Общем То Напечатать Можно Как раз Преимущественно Строку А Нет Ну Кстати Нет Ладно Я В общем То Что Вы Печатаете Так Или Иначе Преобразуется В строке Вот Это Правда И Тут Более Такие Сложные Примеры Строк А Конкретно Многострочные Строковые Литералы Вот Это Специальный Символ Который Говорит О том Что Мы Продолжаем Текущую Строку На следующую То Мы Не Хотим Писать Длинную Строку На 350 Символов Мы Хотим Ее Разбить Например Нам Очень Нужно Сделать Длинное Арифметическое Выражение С кучей Аперандов И мы Хотим Чтобы Оно Было Одним Выражением Если Мы Запишем Строку Получится Ужасно А Вот С этой Штукой Получится Чуть Менее Ужасно Но Все Таким образом Мы можем Переносить И строки И тогда Со следующей Строки Мы говорим Что Это тоже Строка То есть У нас Строка И на Следующей Строке Еще Одна Еще Одна Строка Ужасно И за Ним Еще Один И он Просто Склеит Питом В одну Строчку То есть Он Будет Считать Что Они Друг С Другом Собраны И Вот Такой Синтаксис С Тремя Одинарными Точками Или С Тремя Двойными Кавычками Это Неважно Это Специальные Такие Строки Которые Многострочные То есть Вот Здесь У меня Стоит Отделено Пробелами От начала Строки И они Попали В нашу Строку То есть Вот Здесь Он Просто Склеил Эти Пробелы Не имели Никакого Значения Они В строку Не попали И Просто Убрались Их Как бы Нет Это Часть Нашего Исходного Кода А не Строкового Литерала А вот Здесь Это Прямо Часть Литерала То есть Если Мы Хотим Какой-то Шаблон С Отступом Еще С Чем-то Сделать Мы Можем Сделать Например Ну Например Вот Так И Да Как Тут Написано В самом Строковом Литерале Вот Такой Способ С Тремя Кавычками Это Еще И Способ Писать Комментарии К Вашим Объектам Классам Точнее Классам Вашим Функциям Модулем Но Об этом Чуть Похоже А Ну Вот Я Как Раз Привел Пример Выражения Которое В одну Строчку Плохо Помещается Мы Его Просто Взяли И Перенесли На Вторую Строчку Оно Прекрасно Посчиталось Ну Как Прекрасно Извечено Потому Что Оно Ужасно Выглядит Ну В смысле Наверняка Можно Выделить Какую-то Промежуточную Прееменную И Станет Все Понятнее И Яснее Ну Может Бывают Случа Когда Это Неудобно Ну Мы Можем Выкрутиться Со Строками Есть Следующая Операция Сложение Которое Для Строк Является Конкатенация То Что Мы Вторую Строку Ставим В конец Первого Вхождение Это Такая Штука А Ну Мы Сейчас По-моему Как раз Все Потихоньку Нет Ладно Давайте Скажу Это Говорит Ну Это Булевая Операция Она Определяет Является Ли Под Строка Фу Точнее Строка Фу Под Строкой С2 То есть Входит В нее Полностью Это Может Быть Один Символ А Может Быть Под Строка И Мэйл 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 Тогда Что-нибудь То есть Это Вполне Работает Равенство Точно Так же Как и С числами Двумя Знаками Равно Неравенство Восклицательный Знак Равно Так Больше Больше Интересно Это Может Быть Случайно Раскопи Пасть У вас Я Не Заметил В Первый Раз Может Быть А Да Действительно Символы Фу Господи Строки Можно Сравнивать На Равенство Или Точнее Сравнивать На Них Есть Отношение Порядка Но Оно Идет По Символам То есть Берется Первый Символ Сравнивается На Больше Меньше Если Одна Из Строк Победила Значит Операция Закончена Если Символы Равны Переходим Ко Второму Символу Ну И так Далее И Причем В такой Вот Строке Побеждает Строка Длиннее То есть Пустой Символ Он Меньше Чем Какой Нибудь Ну То есть Понятно Да То есть Если У нас Одна Строка Префикс Другой Она Будет Меньше Ну Видимо Ну Вообще В принципе Сортировать Так или иначе Массивы Например Со строками Как-то Надо Это Естественный Порядок Сортировки Строк Что-то Я тупо А Есть Такая Операция Как Умножение А Ну Да Мы Сейчас Перейдем Вот У нас Конкатенация Что-то Рассказываю Вот Умножение Строк Это Повторение То есть Это Умножение Это Такое Расширение Сложения То есть Это Сложить То есть Умножить На 10 Это Сложить 10 раз То есть Это Повторить 10 раз Ну Например Это Еще Удобно Какие Отбивки Я Делаю Если Отлаживаю В Консоль Приходится Я Например Люблю Делать Вот Так Вот Но Не рисует Оббивки Но Она Хочет Строки Строки Это Иммутабельный Тип данных Это Значит Что Всегда При Изменении Строки То есть При Выделении Там Под Строки Как Мы Сейчас Увидим При Добавлении Символов Там Не Знаю Африкан Катонации Не Важно Еще Причем Все Операции Которые Меняют Строку Они Создают Новую Строку То есть Она Не Меняется На Месте То есть Вот Это Такой Как Раз Пример Что Мы Присвоили Одно Переменной Вот Значение Такое Потом Присвоили Это Самое Значение Второй Переменной И А Вот Эта Штука Это Как Раз Плюс Равно Я забуду Сказать Есть Такая Классная Штука Что Можно Использовать Операторы Сложения Вычитания Выножения Деления И Бинарные Операции Типа Ксор Или еще Что-то Вот Таким Образом Плюс Равно То есть А А Равно А Плюс Один То есть Увеличение Инкремент Какой Равно Это То же Самое Что А Плюс Равно Ой Простите Плюс Равно Один А Если А Плюс Равно И То Это А Как бы Синтаксически Такая же Операция Просто Короче Записана Ну и Вот Это Соответственно Означает То же Самое Что С1 С1 Плюс А То есть Просто Увеличение Синьбола Так вот Если Мы Так Сделаем То Строка С2 Не Поменяется То есть У нас Здесь Осталось Значение АСД Оно Было Присловлено Переменно С2 Оно Там Так И Осталось Мы Поменяли Значение Переменной С1 И В С2 Ничего Не Изменяется Да Но Это Здесь В общем Тот же Самый Пример А Но Здесь Еще Объясняется Более Подробно Что Здесь Выводится Да То есть Это Пример Такой Немножко Более Подробный Дело В том Что Переменные Указывают На Некие Хранилища В памяти Да То есть Каждая Строка Или Каждое Число Объект Не важно Что-нибудь Это Ну по сути Можно сейчас Условно считать Объект Да То есть Мы пока Еще не перешли К объектам Или там Они у вас Вообще Через две Лекции Будут Но Наверное Какое Интуитивное Понимание Есть Наверное Вы Как-то Более С этим Знакомы Создается Как бы Такое Хранилище И Переменная Это Некий Способ Доступа В это Хранилище То есть Какая-то Метка Или Бирка Указатель Где Искать Значение Указатель Не технический Термин Я сейчас Говорю Бытовое Значение Просто Метка Которая Ведет Нас К Нашему Значению И Вот В этот Момент Как я Здесь Демонстрирую Мы Создали Новое Значение И Наша Метка С1 Наша Переменная Начала Указывать На Это Новое Значение А Значение С2 Которое Там Было Оно Никуда Не делось Там Как Лежало Значение С Каким-то Другим Айлиш Каким-то Другим Какая-то Другая Другое Хранилище С Другим Значением Оно Там Было И Осталось Здесь Просто Создается Новое И Метка Начинает Указывать На Него Так Есть Вопросы Сейчас Сейчас Начинается Интересная Штука В Питоне Есть Специальная Синтексическая Конструкция Мы Начнем С Простого Вот Что Сейчас Секундочку С Один У нас Сейчас Означает Вот Это Чтобы Это Не Было Вот Эта Штука Это Обращение По Индексу То Есть Строка Это Очень Похоже На Массив Или Набор Символ В Нужном Порядке Ну Массив Правильно Значил То Вот В Квадратных Скобках Как В общем То Это Этой Все Например Если Вы Сталкивались Это Взять Элемент По Индексу То есть Мы Берем Вот Эта Конструкция Берет Самый Первый Элемент Но Первый В Программистском Смысле А именно Нулевой То есть Здесь Индексы Считаются С нуля И Поменять Это Получается Второй Справа Второй С Конца Также Есть Операция Длины И Вот Эта Операция Длины Она Подходит Не только К строкам А Ко Многим Коллекциям То есть Они Поддерживают Как бы Эту Операцию Взять Один И Возвращают Просто Число Для Строк Эта Операция Ребят Пожалуйста Потише Ладно Для Строк Она Работает За Константное Время И Там Ну Просто Берется Как бы Из какого То места А вот Теперь Более Интересная Штука Дело В том Что Этот Индекс Он позволяет Не просто Обратиться К одному Элементу Он позволяет Делать Так называемые Срезы Или Слайсы Если К вам Терминология Попадется То есть Она позволяет Выбрать Некое Подмножество Символов Из строки Или из массива Ну то есть Элементов Самый простой Вариант Это Двоеточие С двумя Неуказанными Элементами Это типа Все символы То есть От начала И до конца Вот это От второго До пятого От второго До пятого До пятого Причем Пятый Включительный А второй Нет Можно И тут Использовать Также Отрицательный Да Да Точно Простите Я постоянно Шибаюсь Да Сейчас Мы к этому Вернемся Да Действительно Левый Включительный Правый Нет Да Причем Тут Можно Использовать И отрицательный Индексы То есть С конца Например То есть От минус второго С конца До минус первого То есть Один синий Почему Левый Включается А правый Нет Затем Что бы Можно было Сделать Вот так То есть Мы вот здесь Разбили Вот так Правильный Например То есть Если мы Возьмем Один и тот же Символ И склеим Слайс Ну как бы Срез До этого Символа И после Этого Символа Должна Получиться Та же Самая Строка Мы не Должны Потерять Ни одного Символа То есть Вот От Сначала До Третьего И с Третьего До Конца Это То же Само И поэтому Один Включается Другой Нет Чтобы Нам Не Приходилось С ними Как-то Колдовать Но Зато Если Мы Здесь Сделаем Плюс Один То Это Один Символ Потеряли Это Удобно Мы можем сказать Чтобы Он Шел Не По Одному Символу Прибавляя А Например Вычитая По Одному Символу Или По Два Или По Пять Ну Вот Это Например Это Способ Развернуть Строку Мы Берем Всю Строку И Идем В Обратном Порядке Причем Когда Мы Идем В Обратном Порядке Мы Идем С Конца Мы Можем Взять Каждый Второй Элемент С Конца Вот Таким Образом Или Наоборот Сначала Будет Вот Так Это Удобный Механизм Конечно Эти Штуки С Шагами Не Так Часто Применяются Как Просто Срезы Как Первые Два Компонента Но Первые Два Компонента Это Очень Мощная Штука И Я Уверен Что Вы Это Часто Будете Использовать Плюс У Строки Есть Просто Куча Методов Которые Реализованы Просто Из Коробки То Которая Она Не Позволяет Делать Это И Поиск И Разбиение Разных Типов Поиск Слева Поиск Справа Перевод В Заглавный Регистр И Наоборот Ну Их Правда Правда Много Так Ладно Показание Немного Ясности Так Я Просто Не Совсем Понимаю Ладно Давайте Наверняка Чуть Позже Вернусь То Что Я Сейчас Хотел Сказать А Ну Вот Это Еще Один Метод Например Is Space То Что Является Из Строка То Состоит Из Строка Только Из Пробельных Символов Причем Не Важно Каких Там Не Код Символ По Можем Тоже Распознаются Да То Есть И Такой Вообще На самом Деле Этих Методов Просто Вагон И Самый Простой Способ Получить Это Например Или Здесь В Ноутбуке Или В Консоли Вести Help Str И Ну Вот Эти Штуки Мы Пока Пропустим Вы Потом С ними Разберетесь Что Это Такое Но Здесь Есть Уже Куча Методов Которые Можно Заиспользовать Я Б Вам Сказал Так Что Если Вам Хочется Вдруг Сесть И Написать Какой Ни Алгоритм Которые Которые Более Лепения Базов Обойти Все По Шагам Что Нибудь Такое Сделать То Стоит Сначала Заменить Документацию Чтобы Посмотреть И Сделали Это Кто Нибудь За Вас Потому Что Для Многих Вещей Есть Готовое Решение Я Говорю Даже Не Про Библиотеки Которые Вы Там Можете Поставить Из Каких Репозиторий Он Уже Из Коробки Содержит В себе Кучу Всего И Структур Данных И Каких То Алгоритмов Которые Вам Позволят В качестве Бытовых Задач Много Чего Делать То С чего Я Начинал Наверное Буду Еще Повторять Это То Чаще Всего То Что Вы Хотите Сделать Можно Сделать Быстро Для Этого Нужно Найти Правильный Способ Найти Или Встроенное Средство В языке Или Часть Стандартной Библиотеки Или Какой Нибудь Пакет Который Сделает То Что Вам Нужно И Там 80% Или 90% Проблем Уже Решит То Есть Не Заглядывайте Сюда Чаще Это Вам Правда Понадобится Так Про Байт Стринг Я Хотел Сказать Поскольку Поскольку Чтобы Вы Просто Ну Мы Про Кодировку И Про Байт Стринги Поговорим Немножко Подробнее На Более Поздних Лекциях Они Вам Сейчас Не Понадобятся Единственное Что Я Хотел Сказать Что Байт Стринг То Все Строки В Питоне Это Unicode А Точнее UTF 32 Из Коробки Точнее В последних Версиях UTF 16 32 Если Кто Знает Кто Понял Кто Нет Не Заморачивайтесь То есть Они Представлены В Unicode И Позволяют Содержать Все Ну То есть Любой Символ Любого Языка Мира То есть Это Такой Универс Байт Байт Строки Это Такая Штука Которая Ближе К Железу То есть Она Позволяет Вам Обращаться Ну То есть Позволяет Вам Закодировать Ваши Например Строки Каким То Другим Способом То есть Она Про То Чтобы Прочитать Какой Нибудь Файл В Формате ASCII Или Win 12 51 То Это Уже Байтовое Представление Этих Строк И Если У Вас Какие-то Проблемы Ошибки Как Типа Такой Как У меня Была Вот Вот Такая Например Какие-то Леттерс Это Бывает Такая Штука Проверьте Тип Того Что Вы Пытаетесь Напечатать Или Сложить Вывести На Экран И Преобразуйте К Строке То есть В общем Мы Подробнее Об этом С вами Еще Поговорим Это Просто Сейчас Если Вы Начнете Что-то Там У себя Эксперементировать Пробовать Делать То Имейте Ввиду Что Вот Этот Префикс Байт Это Значит Это Байтовая Строка И Нужно Декодировать Ну Там Куда Я Помню Даже Тут У меня Будут Примеры Но Если Вы Используете Просто Строки Без Префикс То Вы Безопас И символы Печатать Как бы Не Проблем Со Строками Самое Популярное Что Делают Это Форматируют Это Значит Что Из-за Ник Строк Делают Какие-то Более Сложно Устроенные Строки Например Для Вывода На Экран Еще Чего В Бетоне Много Механизмов Для Форматирования Строк Но Скорее Всего Вам Понадобится Один Точнее Много Это Получается Два С Половины Есть Старый Формат И Новый Формат Старый Формат Это Вот Такой Точнее Есть Новый Формат Который Условно Правильный Который Через Точку Формат Передаются Параметры Которые Нужно В строке Подставить Плейсхолдеры В строке И Они Выводятся Плейсхолдерами Являются Фигурные Скобки Причем Этот Формат Это Самое Ну Мы Сейчас Поговорим Про Этот Подруг Нет Не Поговорим Ладно У этих Плейсхолдеров Есть Очень Много Разных Параметров Например Ширина Формат Формат Вывода Чисел Ну Там Про это Можно Погуглить То есть Форматировано Там Просто Много Параметров Они Чаще всего Не Нужны И Сейчас Вряд Ли Будут Нужны Но Они Есть И Хочу Ну То есть Он Вызывается Таким Образом Через Точку То есть Есть Строка Точка Формат И Параметры Которые Необходимо Подставить И Вот Это Старый Формат Который В общем То Уже Считается Ну Не То Что Он Задеприкейчен Что У него Выпилят Что Но Так Или Иначе Он Считается Менее Предпочтительным И В Который Подлежат Коматирование Используется Тип Данных То есть Вам Нужно Явно Указать Строка Это Число Например Ну Вот С Это Строка Как раз Ди Это Целочисленное Число Диджит Цифры В Расширении Вот Этого Нового Модного И Замечательного Формата Появилась Такая Штука Ой Я Постоянно Забываю Как Она Называется Это Наверное Не Важно Важно То Что Она Позволяет Вам Использовать Не Передавать Вот Так Переменные Туда В Каких То Спорках Или Еще Как То А Использовать Имена Переменных Которые Доступны Вам Вот Вокруг Того Выражения То есть Если Вот В этот Момент Можно Было Передать Переменную С Именем Name То Значение Этой Переменной И Используют То В данном Конкретном Случае Вместо Name Подставится Name Этот World Который У нас Был Выше Определен В качестве А 34 И Это Удобно Потому Что Одни И Те Же Куски Имен Не Нужно Два Раза Повторять И В общем Гораздо Очевиднее Становится Что Получится В результате Потому Что В самом Шаблоне Написан Name И Там А И Еще Как Ну И Причем Хочется Обратить Внимание Что В таком Формате Шаблон Может Быть Переиспользован То Есть Вы Можете Составить Какой Бывает Так Что Вы Составляете Какой Длинный Шаблон Громоздкий И Передаете Ему Параметры Несколько Раз Различные Способы Получаете Разный Результат Для Различных Параметров Продолжаем Всякие Методы Строг Можно Отметить Что Одна Из Популярных Вещей Которая Может Быть Использована В Форматировании Это Сплит Это Взять Строку И Разделить Ее На Куски По Символу Который Передан Так Параметр Сплит На Нашем Случа Это Запятая И Продел И Мы Получили Список Строк То Не Одну Строку А Набор Ну Про Списки Мы С вами Еще Подробно Не Говорили Но Может В конце Чуть Будет Время Они Вам Могут Понадобиться В домашнем Задании Ну Скорее Все И Чуть Пригодятся Они Похожи В чем То На Строки В общем Посмотрим Возвращаясь К методам Строк Есть Обратный Способ Это То Что Мы Объединяем Разделенный Ну Соединяем Назад То Что Мы Разделили В Другую Строчку То Есть Вот У нас Был Набор Строчек А Здесь Мы Через Символ Перевода Строки Объединили У нас Получилась Такая На три Строчки Конструкция Это Я Возвращаюсь К тому Что Стоит Стоит Обязательно Смотреть Какие Уже Есть Методы Мы С вами Немножко Пробежимся По Методам Строк Вот Еще Метод Это Стрип Это Обрезать Символы То Есть Грубо Говоря У нас Есть Какая То Строка И Мы Хотим От Нее Отгрызть Ну Это Такой Немножко Искусственный Пример Мы От Нее Отгрызаем Вот Эту Часть 972 Но Более Популярная История Это Например Что У нас Это Такой Как бы Надуманный Пример А Вот Реальный Пример Вот У нас Есть Строка А Который Есть Какие-то Пробелы И Например Символ Переноса Строки А нам Они Не нужны Они У нас Приехали Там Не знаю Из Поля Ввода Нам Нужна Нужна Сама Судержима Сама Суть Суть Строки То есть То Что Значащие Символ Без Пробельных Мы Вызываем Стрип Без Параметров Он Убирает Все Пробельные Символы А Если У нас Какая-то Более Вычемная Ситуация Что У нас Например Строка Которая Окружена Не знаю Не просто Пробельными Символами А еще Палочками Не знаю Почему Мы Это Откуда-то Взяли Из Страшного Мы Берем Делаем Стрип Два Раза То есть К результату Стрип Делаем Еще раз Стрип Но Уже С палочкой Сначала Обрезаем Все Пробельные Символы А потом Обрезаем Все Палочки И Получаем Опять Ну вот Стрип Без Параметров Он Часто Используется Когда Вы Например Получаете Данные Стандартного Потока Ввода Они Приходят Построчно Но Символы Перевода Строки Остаются Ну И Если Вы Будете Печатать Например То Они Задублируются Если Используете Стрип То Он Обрежен Символ Перевода Строки И Не Задублируется Ну И Тоже Пример Не очень Очевидный Но Тем не менее Реплейс Замена Строки Он Возвращает Строку В которой Символ Который Указан Или Подстрока Которая Указана Первой Заменяется На ту Которая Указана Второй Причем Вторая Может быть Например Пустая Как В данном Случай И Это Значит Что Мы Все Двойки Просто Из Которые Определяют Вхождение Подстроки Одной Строки В другую То есть Мы Убираем Какую-то Строку И Входит Она Или Нет То есть Теич В питом Входит А вот Такая Подстрока Не Входит Это Тоже Очень Удобная Штука Помимо Того Того Той Помощи Которую Я вам Показывал Как Help Стр Есть Еще Второй Способ Можно У Любого Объекта Который У вас Есть В Интерпретаторе Вызвать Интерактивно Дир Это Метод Который Показывает Все Что Вы Можете Как Все Поля Вот Этого Объекта То есть Все Что Вы Можете Получить Через Точку И Там На строке Их Очень Много Вот Например Ну вот Это Все Как Раз Перечислено То Что Есть В Help Тайдл Аппарат Неважно То есть Их Много Для Строк Конечно Лучше Использовать Help По 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 Понят Причине Но Если Вы Используете Какую Нибудь Чужую Библиотеку Например И Вам Приехал Объект И Вы Такие Ой Блин Что С ним Делать Ну То есть Мы Скачали Какую Нибудь URL Например И Что Как Результат Посмотреть Ну Вы Делаете Дир Смотрите И Выбираете Что Больше Похоже На То Что Вам Неужен Контенс Например Ну Проактивном Сеансе Работы С Питоном И Что Ты Делаешь И Вот Эти Штуки Типа Hell И Deer Они Сильно Помогают В В В В Рассказав Про Строки Их Методы Ну Это Конечно Далеко Не Все Это Как По Верхам Просто Хотелось Донести Мысль Что Этих Методов Много И Что Обязательно Надо Их Смотреть Перед Как писать Какие Циклы Кода По символам С Заменой Поиском Чего Нибудь Прежде чем Такое Написать Попробуйте Посмотреть В Халпе Наверняка Вы Найдете Что Полезное Чаще Всего Какой Тупой Код Писать Не Приходится В Общем На Этой Позитивной Ноте Мы Заканчиваем С Базовыми Типами Данных С Простыми Строки Строки Числа А Смотрим Понятно То есть Это мы уже Переходим К условиям Мы переходим К синтаксическим Конструкциям К базовым Типам Данных Также Относится Булев Тип Который Имеет Два Значения True И False Ну То есть Истинный Или Ложь Есть Еще Третье Значение Которое Означает Now На Который Похож На Журнал В какой Нибудь Джаве Который Обозначает Отсутствие Значения Для Многие Многие Стандартные Типы И вообще Многие Типы Которые Вы Встретите Например Коллекции Типа Строк Или Списков Или Множеств Неважно Или Еще Чего Они Поддерживают Преобразование К Булевым Значению То есть Его Можно Использовать В качестве То есть Вы Можете В условии Передать Например Список Или Строку И она Будет Истинной Если В строке Есть Хоть Один Символ И Ложный Если Нет Ни Одного И это Поддерживается Такая Штука Для 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 Любого Типа Данных Можно Определить Как Его Переводить В Булевое Значение Вот Например Отсутствие Значения То есть Вот Этот Нано Специальный Констант Она Транслируется В лошадь Ну да Вот я Как раз Для базовых Типов Привожу Что Какая Это Строка Хоть С Каким То Символом Это Истина Ну то То есть Тру Она Не Пустая В общем Это Даже Более Общее Правило Для Любой Коллекции Слова Список Не знаю Дерево Если Вы будете Где-то Определять Принято Так Определять Что Если В коллекции Есть Хоть Один Минемент То Она Тру Ну В смысле Она Истина Если Нет Ни Одного Если Она Пустая То Она Ложная Но Это Правило По всей Стандартной Библиотеке Это Так Также Можно Преобразовать К булевым И численные Значения Ну Например Целочисленные Единицы Это Тру Ноль И Плотовый Ноль Точнее Все Численные Значения Кроме Нолей Это Истина Также Те Объекты Которые Генерятся Ну то есть Которые Вы будете Создавать Для себя То есть Когда Большинство Объектов Являются Истиной Если Вы Специально Для них Не Определите Логику Как Интерпретировать В этом Контексте Считается Что Если Какой Объект Есть То есть Ссылка На какой Объект У него Не Переопределена Логика Преобразования К булевого Значения То он Будет Истинным То есть По дефолту Он Истинным Так Ну Помимо Обычных Операций Больше Или Меньше Тут Есть Еще Такой Приятный Синтаксический Сахар Как Нахождение В интервале То есть Можно Заключить Перемены Между Двумя Интервалами Это Будет То же Самое Что Ну Прямо То Что Мы Соединили Это Условие По То есть Просто Склеили Так Ну Так Ну Ну Все Прямо И Кстати Если мы Добавим Даже Просто Пробелы В строку В ней Есть Символы Она Уже Будет Чум И Стоит Ответить Что Вот Эта Конструкция Она По сути В компиляторе Вот в такую Преобразуется Что Ну Для работы С булевыми Значениями Есть Такие Операторы Как Not End И Or То есть Для Ну Как Логические Операции Объединения По И Или Или Не Да То есть И Они Выполняют То есть У этих Выражений Которые Составляют Логические Операции У них Так Называем Короткий Цикл Выполнен То есть Если Значение Выражения Уже Известно Оно Не Будет Выполняться То есть У нас Вот Метода С таким Именем Не Определено Если Мы Просто Возьмем И Вызовем Такой Метод Постараемся Да То есть Попробуем Вот Такую Конструкцию Она Вернет Ошибку Простите Она Вернет Ошибку Потому Что У нас Не Определен Такой Метод То есть Он Попытается Его Исполнить И Не Сможет А Вот Такая Конструкция Сработает Запросто Потому Что Он Начнет Проверять Условия Увидит Что Оно Уже Ложно И Дальше Не Станет Проверять Ну То есть Те Условия Которые Соединены Через И Логическое Через Прент Они Заканчивают Выполняться На Первом Ложном Срабатываем То есть Первое Ложное Останавливает Выполнение Возвращает Ложь По Или Наоборот Первое Истинное Останавливает И Возвращает Истину Так Сейчас Я тут Про Одну Штуку Сейчас 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 Ладно Я тогда Тут Расскажу Если Потом Будет Мы Просто Пропустим И Есть Такая Штука Что Все Логические Выражения Они И Могут Возвращать Получается Они Не Приводят Явно Тип Булеву А Возвращают То Выражение То Значение Точнее Которое Вычислилось По сути Последним Можно Так Сказать Которое Привело К результату Я Сложно Объяснять Если Проще Покажу Конструкция 0 Или 1 Вернет 1 То есть 5 Или 1 Вернет 5 То есть Он Выполняет Выражение По порядку И Когда Он Останавливается С их Выполнением То есть Когда Он Прекращает Это Выполнение Он Возвращает Именно Это Значение То есть Он Не Преобразует Его При этом В Булево То есть True Или False Он Просто Оставляет Само Значение На месте И Возвращает Его Как результат И Передает Его Вы То есть Вот эта Конструкция Например Она Очень полезна Там В какой Ни Ситуации Там Get Get Field Взять Какое Нибудь Поле Из Базы Данных Не Знаю Вот Такое Дефолтное Значение То есть Если Там Вернется Какая Нибудь Гага Пустая Строка Ноль Ну Или Там Не Нам Допустим Вот Так Будет Нагляднее То есть Если Вот Здесь Вернется Пустая Строка Или Нан Или Ноль То Результатом Будет Значение Вот Это То есть Вот Так Это Пишется То есть Мы Переменная А Равно Вот Значение Вот Этого Поля А Если Там Пусто Если Там Какое То То есть Выражение Вычисляется Тогда Вот Такая Строка Ну Не Обязательно Такая Штука Которую Запомните Будете Использовать Ну Прикольно Потому что Пригодится А И Наоборот Может Это Наоборот Тоже Важно Например Сейчас Скажу 5 3 Будет Варианты 3 Это Полезно В обратной Ситуации Когда Вы Например Пытаетесь Там Get Сейчас Скажу Ну Не знаю Вот Вы Получили Вот Такая Конструкция Прям Грубо Говори Из Из Реального Кода User Равен Там Get User Что-нибудь И Вы Пишите Не знаю Counter Какой Нибудь Равен User End User Counter Если User Вернется Пустой Например На Вы Не сможете У него Получить Точка Counter Ну Все равно Пойдет Нет Такого Поля Ну Ошибка В такой Ситуации Если User Пустой Вернется Просто Пустой User И все Ну То есть Ну Это В JavaScript Наверное Чаще Даже В Питоне В Питоне Вот Такой Конструкции Не встречал Но Это Два Фокуса С Этим End Они Просто Здесь Работают Точно Так Как И В Других Местах Так Эти Булевые Значения Наверное Были Бессмысленные Если У нас Не Было Условного Оператора Этот Условный Оператор Выглядит Как If Ну Полная Конструкция Условного Оператора Выглядит Как If Условия Двоеточие И Блок Выполнения Кода Вот Тут Такая Вещь От Которой У Пользователей Питона Часто Бомбит Ну В смысле Особенно У тех Людей Которые Не хотят С ним Работать Но Это Один Из Таких Вещей Которые Считается Недостатком Таким Спорным Моментом Которые Многие Люди Говорят Что Нет Вот Мы Не Хотим Это Неправильно Так Быть Не Должно Дело В Том Что Тот Блок Который Относится К Иф Он Определяется Отступом И То есть Вот Какая Ситуация Я Сейчас Блок Закомментирую Его Нет Вот Проблема В чем Допустим Есть Какая То Переменная А И Она Равна Нулю Вот В этом Случае А Увеличится На единицу Только При Выполнении Вот Этого Условия А Вот Так В Случае То есть Разница Вот В Отступе Вот Так Он Попадает В Блок Иф А Вот Так Не Попадает На Самом Деле Когда Вы Читаете Реальный Живой Код Питона Это Достаточно Хорошо Вминно То есть Эти Отступы Они Правда Помогают Вам Увидеть Что Относится К этому Блоку Кода Что Не Относится И Вся Иде Вам Подскажут Что Вы Перепутали Количество Пробелов Пожалуйста Побрайте Или Там Даже Сами Сделают Интенданцию Будут То есть Расставят Вам Правильное Количество Пробелов Или Заменят Табуляции На Не знаю На Пробелы Как Это Принято Кстати Правильно Имейте Ввиду Есть Стандарт Форматирования Кода Которые Являются Частью Стандарта Ну Вообще Всего Языка Есть Механизм Называется ПЕП Похоже на ПИПТО Это Среднее Е ПИТОН Улучшение Короче Прополозу Да Набор Улучшений Набор Предложений По Улучшению ПИТОНа И Они Выносятся Обсуждаются И подтверждаются Или не подтверждаются Вот есть Стандарт Написания Кода На ПИТОНе И там Написано Что Должны Быть Только Пробелы Их Должно Быть Только Четыре И Никак Больше Ну И это В общем Закреплено В стандарте И всем Рекомендую Так Делать Если Вы До Этого Привыкли Использовать Табу Ну Используйте Табу Просто Среда Разработки За вас Поменяет Табу Пробелы И все Будет нормально Работает Везде Уже Есть Автоматическая Там По Горячей Клавиши Вот Это Перенос Вот Этих Отступов То есть Ничего Такого Нет Если Вы Не Ставка Программируете То Все Будет Замечательно Любые Редакторы Которые Вышли В этом Веке Они Это Все Умеют Да Даже Многие Из Ладно Обсудили Отступы Обсудили У Ифа Есть Также Еще Второй Блок Естественно Называется Else Он Сам Else Должен Быть На том же Уровне Отступа Что Иф А внутренний Блок Также Сдвинут Вот Эта Штука Со Сдвиганием Блоков Она Везде Одинаково Работает Она Работает В Определении Классов Методов Циклов Там Исключений Не важно Да То есть Если Как бы Мы Говорим О том Что В Каком Нибудь Например С Плюс Плюс Да Или С У нас Для Этого Использовались Фигурные Скобки Там В Паскале Begin End Конструкция Здесь То же Самое Оно С Отступами Да То есть Никакой Разницы Нет И В В В Везде Где Блоки Этими Фигурными Стопками Выделялись В Тех Самых Языках Принято Их Выделять Отступами То есть Все равно Их Никто Краю Экрана Не Прилепливал В В Библиотеку Рандом Просто Для Генерации Простых Чисел Ее Не Надо Скачивать Вы Простых Простите Случайно Ее Не Надо Скачивать Она Находится В Стандартной Библиотеке Вместе Прям С Питоном Мы Выводим Это Число И Если Оно Больше 23 То Считаем Что Нам Нужно На Пляж Хотя По Малость Это Чересчур При 20 На Пляж Вот Теперь Не Этот Самый И За То Время Пока Мы Щелкали Мы Четыре Раза Щелкнули Один Раз Промехнулись То Ее Должно Быть 3 Но Нет А Почему Вот Почему Да А Последний Раз У нас Была Неудача Давайте Вот Теперь Должно Быть 1 Да Ну Ладно Для Ив Конструкции Есть Также Вариант Как Это Называется Тернарный Оператор То есть Это Не Блоки Кода Которые Должны Выполнить Или Нет А Это Конструкция Которая Возвращает Выражение Она Длинная И При Таком Разрешении Не Помещается Выглядит Она Вот Так Что Она Немножко Наоборот Сделана Она Не Честно Говоря Часто Используется Это Аналог Конструкции Примерного Оператора Как Вопросик Он Работит Ровно Так же Как Вопросик С Двоеточием В JavaScript Терри Там С С С С Плюс Плюс Он Сделан По Аналогии Просто Использованы Местные Конструкции То есть Решили Не брать Вопросик С Двоеточием А оставить Не Фейлз То есть Если 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 Условие Тогда Вот Это Значение То есть Мы Сначала Пишем То Значение Которое Будет Использовано В Случае Истинности Условия А Если Не Оно Тогда Вот Это Значение Честно Говоря Я бы Не забивал Этой Голову Потому Что Она В Реальном Коде Я Такого Не Видел И Никому Не Советовал Ну Она Не Очень Хорошо Читается Есть Такие Конструкции Которые Правда Не Часто Используются Вот Вот Конструкция Которая Более Не Часто Используется Это Несколько Позиционный Else То есть Else If Можно Сказать Здесь Для этого Есть Специальное Слово Которое Называется Else И Тут Второе Условие Получается Которое Может Сработать Они Проверяются Как и Ожидаем Сверху Вниз Если Ни Одно Из Не Выполнилось То Срабатывает Только Одно Из Или То На Котором Сработало Условие Или Else Если Такой Глук Есть Если Нет Тогда Не Повезло И Вот Здесь Как раз Используется Вот Этот Ор То есть Мы Можем Компоновать Какие То Более Сложные Условия Между Собой Это Не Является Проблем Здесь Используется Так Назваемый Короткий Цикл Это Просто По Английски Терминология Не Знаю По-русски Сделан Для То Чтобы Мы Могли Текстовый Вариант Вести Тоже Работает То есть Просто Проверяются Сверху Вниз Условия Так Это Я Про На На Это Такая Отдельная Штука Это Когда Я Говорил Про Булеву Про То Что Есть Значение Которое Да Которое Нет А Это Значение Которое Как Бы Не Существует У него Не Просто Отдельно Существует Есть Пустая Строка Есть Там Не Знаю Пустой Массив Число Ноль А Это Прям Отдельная Штука И У нее Тип Отдельный Свой Какой И Я Хотел Показать Что На Эту Штуку Принято Проверять Такую Конструкцию Типа Из На То Есть Я Когда Рассказывал Про Метки На Которые Указывают Что Переменные На Сам Деле Не Сами Значения Метки На Которые Они Указывают Их Можно Поменять Местами И Ничего Страшного Не Будет То Из Это Проверка Как раз Тех мест На которые Они указывают То есть Мы не проверяем Равенство Значений Мы проверяем Что Две Переменные Указывают Ровно На одно И то же Значение То есть В данном Случа А Равно Б То есть Если Мы Напишем А Равно Б Будет Трех Потому Что Один Они В данном Случа Равно Никак Не Отличаются Но Тем Не Не Указывают На Разные Переменные То есть Если Вы То есть Это Способ Определить Бла Она Получит По сути Скопирована Из Другой Переменной Или Нет Потому Что Если Мы Сделаем С Которая Просто Перекинем То же самое Значение В Б То Цель С Б Тру Они Не Будут Копировать Значение Уан Скопируют Вот Эту Метку Значения И Они Будут Указывать В Одно И Тоже Место И Может Сейчас Это Кажется Не Очень Важно Но Это Важно Потому Что До Сих Пор Мы Рассматривали Только Не Мутабельные Типы Данок То Те Те Которые При Изменении Значения Создается Новое Значение Но Есть Типы Данных Которые Позволяют Себя Изменять То Есть У Которых Можно Вызвать Какие-то Методы Которые Значение Останется Тем же То То Оно Будет То Ж Самое Но Содержимое Поменяется И Тогда Если Вы Сделали Вот Такую Конструкцию То Оно Поменяется Сразу В В То Грубо Говоря Если В В Положили Какое-то Мутабельное Значение Например Список И Добавили Туда Элемент Что Новый Элемент Можно Будет То Запросим В Или Запросим На Ц И Там И Там Этот Элемент Будет Присутствовать То Копии Списка Не Будет Делаться Будет Одна И Та Сущность Ну И Вот Нам Это Тоже Вот Такая Особенная Сущность И Если Вы Вдруг Встретите Такую Конструкцию Не Пугайтесь Так Принято Проверять На Нам Потому Что Чисто Технически Это Специальная Единая Сущность Ну Там Если Вы Знакомы С С С С С Синглтон Которая Один Раз Соберется При Старте Интерпретатора И Она Никогда Не Дублируется Она Всегда Копируется То Если Вы Чему-то Присваиваете Нам То Это Один И Тот Ж Экземпляр Нам Всегда Один С Ним Просто Не Принято Сравнивать По Равенству Только Вот Так 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 Вот Прекрасно Я Просто По Материалу Все Хорошо Все Успеваем Это Какая-то Простая Задачка По Определению Является Ль Год Високос Вот Это Способ Решения Задачи Здорового Человека Мы Заимпортировали Библиотеку И Вызвали У нее Метод Вот Это Способ Курильщика Я Его Просто Демонстрирую Чтобы Показать Эти Конструкции Я Просто Говорю Что Я Я Просто Уже Проверял С прошлого Раза Эти Домашние Издания Это Реально Частая Проблема Что Люди Которые Пришли Например С Бэкграундом Из Плюсов Или Из Сей Они Привыкли Так Нам Нужно Убрать Символы Строчки Ну Окей Делаем Новую Строчку Идем По Символам И поехали Такие Копируем Такие Не Копируем Ну Вот Так Делать Не Надо Питон Ровно Про То Чтоб Вы Про Это Вообще Не Думали Посмотрели Там Дир Или Help Стр Видели Реплейс И Сделали Копируем Строки Без Ненужных Символов Это Я Просто Чтобы Вы Не Говори Ну То Чтобы Я Не Показывал Что Вот Так Это Надо Делать Нет Не Надо Делать Вот Так Здесь Используется Оператор Я Да Про Него Рассказывал Это Остаток Отделения То Вот Это Это Целочисленное Деление А Вот Это Это Остаток Остаток Отделения И Есть Еще Кстати Такая Штука Сразу Чтобы Как это Два раза Не вставать Она Возвращает И Результат Деления И Остаток То То И Другое И Кстати Забегая Немножко Вперед Просто На следующей Лекции У вас Это Будет Но Результат Можно Присвоить Вот Так Достать Отсюда У вас Будет Ой А1 А Б 2 Ну Тут Много Классных Штук Особенно В плане Синтоксического Сахара Просто Я Я бы Сейчас Все Рассказал Но Мы Не успеем Да и Не запомнить Поэтому Вернемся К нашим Условиям Что Мы Тут Делаем Мы Вводим Год Проверяем Делить Целем На 400 Потом Проверяем Что Делится На 4 Не Делится На 100 Так Да И Этого Нам В общем Хватает Вроде Все Правильно То есть 1600 Был Весокосный Да А 1800 Нет Ну Вроде Правильно Ну Это Вот Пример Более Такой Реальной Задачки А Вот Здесь Я Еще Показал Такую Штуку Что Вот У нас Пришла Строка И Мы Ее Зафигачили В Инт То есть Прежде Чем Мы Начнем Делать Какие То Операции То Если Такую Штуку Уберем Ну Грубо Говоря Вот Так Сделаем То Ничего Работать Не Будет Потому Что Мы Ввели Строку А У Нее Нет Такой Операции Она Не 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 Умеет Точнее Умеет Но Как А Для Нее Это Вообще Значит Сформатирование То То Ужас Короче Сходит С Ума И Вообще Поэтому Мы Делаем Вот Так 1400 Минус Следующий Момент Да Который Обязательно Must Have И Нам Это Точно Пригодится Например В домашнем Задании Это Циклы Это Операция Которая Мы Должны Устарять Причем Если Мы Привыкли Что В Каком Небудь Опять же Си Ну Понятно Что Когда Делался Питон Они Во многом Поглядывали В ту Сторон И Структура С тех пор Языков Программирование Часто Оперирует Вот этим Базовым Понятием Вот здесь Пошли По-другому В том плане Что Здесь Цикл For У него Ровно Один Синтаксис И этот Синтаксис Итеративный То есть Вы Передаете Какой-то Набор Значений А он По-одному В порядке Следования В том Что Вы Ему Передали Перебирает И Показывает Вот Например Вот Этот Цикл По Строке Мы Передаем Строку И Получаем Один За одним Символом Конструкция Это For Это Переменная Которая Внутри Цикла Будет Представлять Тот Элемент Который Мы Сейчас Имеем Доступ То есть Элемент Коллекции Текущий А Это Сама Коллекция В данном Слыче Мы Просто Литерал Строки Передали Понятно Что Иногда Нужно Делать Циклы По Просто Числам Сто Раз Что Или Пятьдесят Раз Для Этого Есть Такая Штука Которая Генерирует Конструкцию Тут Сразу Сложный Пример Которая Которая Просто Генерит Набор Чисел То есть Она Генерит Список Из Чисел Которого Нужного Вам Количества Вот Пять Раз Что Нибудь Сделать Это Для Всех И В диапазоне Длиной Пять И Это Будут Ну Как бы Ожидаемые Такие Числа От Ну Ля До Четырех Ну Почему От Ну Потому Что Частый Сценарий Это Когда Вы Итерируетесь Ну То То Хотите Например Обойти В Правильном Каком-то Порядке Элементы Ну Коллекции И Тогда Первое Значение Ноль Это Как раз То Что Надо Ну Не Всегда Так Надо Когда Это Не Надо Можно Явно Указать Индекс Которого Мы Начинаем И Которым Заканчиваем Но Тут Будет Точно Так Же Как Со Слайсинг Так Же Левый Включен Правый Нет То Есть От Одного До Пяти Это Уже На Одну Короче То Это Четыре Элемента Вместо Пяти Чтобы Было Пять Элементов Надо От Одного До Шести То Не Включая Правую Грань И Причем Тут Точно Так Же Как И Со Сластями И В общем То Синтексис Точно Такой Же Мы Третьим Элементом Можем Указать Шар То Мы Можем Каждый Четный Можем В обратном Порядке А Ну Это Как Раз Они Можем Но Мы Должны Индекс Указать Соответствующие Можем В обратном Порядке Ну И Тут Как Раз Если У нас Честно Говорят Таких Конструкций В Коде Я Не Встречал Самая Частая Конструкция Это Там Допустим Мы Хотим Идти По Индексам И Мы У У Нас Есть Питон Допустим У Нас Есть Строка Она Выглядит Вот Так А По Условным Операторам Есть Вы Многие Ну Сейчас Еще Раз Спросим Ну Допустим Что Мы Хотим Обойти По Индексам Мы Берем Просто Длину Строки А И Получаем Как раз Все Индексы От Нуля До Длина Строки Минус Один Что Является Последним Индексом И Мы Выводим Там Допустим Ну Как Вроде Ничего Сложно То же Ну Вам Там Еще Расскажут Есть Еще Одна Штука А Вот Я Даже Расскажу Вам Расскажут Это Про Меня Есть Еще Такие Специальные Операторы Которые Ну Точнее Специальные Просто Операторы Которые Позволяют Еще Синами Вам Упростить Жизнь С Коллекциями Ну Например Реверс Она Берет Какой Какой То Список И Разворачивает И Страхну Может Точно Никакой Разницы Нет И То Если Мы До Этого Шли В Прямом Порядке То Теперь Ну В Обратно Если Нам Вдруг Индекс Неудобно Это Как А Еще Мы Можем Здесь Сделать Не Знаю Сорты Это Вам Про Списки Будет Рассказывать Ну То Он Возвращает Сортированную Коллекцию Там Подробнее Будет Инфа Я Уже Совсем Далеко Не Хочу Забегать Вперед Сейчас Два Раза Слышно Часто Что И Тот Пример Который Я Делал С Индексом Его Можно Сделать Немножко Проще Есть Такой Оператор Unumerate Который Берет Коллекцию И Для Каждого Элемента Возвращает Элемент И Его Индекс То Он Делает Ровно То Самое Что Я Сделал Руками Здесь Но За Вас Вот Эту Магу И В данном Случае Мы Можем Указать Сейчас Давайте Вкратце Расскажу Вам Еще Подробнее Про Это Расскажу Чтобы Это Не Выглядело Как Магия Просто Не Люблю Магию Вот Эта Конструкция Запятой Которую Я Здесь Использовал Сейчас Покажу Вот Здесь Дело В том Что Есть Специальные Конструкции Начинают Называться Кортежи Которые Пары Тройки И Большое Количество Значений Объединяют Вместе То Это Как Списки Но Фиксированные И Для Этих Кортежей Есть Классный Синтаксический Сахар Что Вы Можете Присвоить Его Разложить По Переменам Вот Таким Образом Перечисляя Элементы Через Запятую То Див Мод Вот Так Я Скопирую Возвращает Кортеж А вот Так Мы Взяли Первое Значение Положили А Второе В Б Ну И Здесь Е-нумерейт Используется Такая Же История То Е-нумерейт Сейчас Покажу А Я Не Покажу Сейчас Сорян Это Пока Неважно Он Возвращает Список Пар Из Индекса И Значения А здесь Мы Просто Идем По Нему В Цикле И Точно Так Ж Вводим Индекс И Букву Ну Здесь Какая-то Более Слово А Вот Все Это Я Понял Это Не Не То Здесь Мы Идем По Циклу И В цикле Есть Такие Специальные Конструкции Как Континю И Брейк Континю Это Позволяет Ну Как бы Перейти В начало Цикла Многим Из вас Знакомы И Продолжить Перескочить Этот шаг Цикл То есть Например Вот здесь Мы Печатаем Букву Но Если Это Буква Запятая Мы Пропускаем А Можно Сделать Еще Вот Так Например Остановиться На Точке То есть Если Мы Увидели Точку То Мы Дальше Не Будем Печатать Вот Питон Руби Запятую Также Пропустили Есть Одна Очень Странная Конструкция Это Else У Цикла Ее Лучше Никогда Не Использовать Потому Что Никто Никогда Не Помнит Когда Она Выполняется Когда Нет Она Никогда Не Нужна Честно Она Зачем То есть Мне Кажется Все 300 Раз Пожалели Что Запилили Но Я На Всякий Случай Скажу Но Я Не Рекомендую Если Цикл Закончился Через Break То Else Не Выполнится То Здесь Else Нет А Если Он Дошел До Конца Как Надо То Он Выполнится Правда Очевидно Вот Именно Поэтому И Не Надо И В Других Циклах Это Тоже Есть То Нет Это Блок Циклу Если Я Не Знаю Здесь Сделаю Вот Так Сейчас Я Покажу То Это Будет Ошибка Просто Не Выполнится Я Лешни К чему Не Не Привязываю For Это Наверное Самый Популярный Цикл Потому Что Итерирование По Коллекциям Это То Что Чаще Всего Приходится Делать Есть И Другой Цикл Который Wild И Он Вообще Прям Один В Один Как Сишний В Том Плане Что Передается Условие Проявляется Проявляется На каждом Шаге Как Только Оно Становится False Он Заканчивается Да Да То есть Мы Там Взяли Какой Ни Щетчик Ну Или Там Такие Же Конструкции Есть Например Ну Если Прям Какое Ни Сложное Условие While Вот Такая Бывает Конструкция While True Трамп Там Что Нибудь Делается Что Нибудь Делается Что Нибудь Делается А Потом Если Наступило Какое То Событие То Не знаю Там А Равно 10 Тогда Break Но Тогда Мы Выходим Из Цикла Такое Тоже Бывает Но Реже Используйте Когда Там Условие Цикла Например Сложно Посчитать За Один Раз На Куча От Чего Зависит И Вы Внутри Цикла Читаете Там В конце Нужно Проверить Repeat Until Тут Нет Есть Только While 20 Вы Решили Что Repeat Until Не Нужен Ну Наверное Правда Не Нужен Честно Говоря Не Помню Ситуации Чтобы Я Как-то Страдал От От Отсутствия Ну В общем То Они Семантически Почти Почти То же Самое И Мы С Вами Уже Видели Ошибки Вы Сами Будете Генерировать Ошибки Это Время От Времени Нужно Когда Будет Try Accept Log Вы Увидите Что У этих Ошибок Есть Иерархия То Они Друг Друг Подчинены Есть Некие Служебные Исключения Ошибки Которые Нужно Перехватывать Нужно Но В общем Если Посмотреть На Дерево Ошибок Оно Весьма Понятное И Ясное Оно Хорошо Сделано Читайте И Обязательно Гуглите Что За Тип Ошибки Смотрите Читайте Текст Не Бойтесь Так Ну Это Дальше Про ошибки Ну Это Мы Видели Уже Так Ошибку А Ну У Инта Тоже Есть Help Но Он Куда-то Делался А Возле У Его Тоже Есть Некие Методы Но Ладно Я Пока Опущу За Мнем Для Возвратности Так А Вот Кстати Где Эти Штуки Были Которые Я Раньше Рассказывал О Классическая Задача Может быть Это Даже Кто-то Решал Я Например На собеседовании Уже Два Раз Делал Напишите Программу Которая Выводит Числа От Одного До Ста Для Чисел Кратных Трем Нужно Выводить Физ Для Пяти Баз А Если Так А так То Физ Баз Ну Это То Что Я Можно Совмещать Различные Типы Данных Ничего Страшного Не будет То есть Один Уже Булевому Типу Данных То есть Если Вы Передадите Ему Какое То Значение Not От Этого Значения Будет Обязательно True Или False Он Не может Как-то Пустой False Список Сгенерировать Вот Собственно Решение Самой Задачи Оно Не Сложное А Вот Да Я Я Вот Это Тут Я Эту Задачу Приводил Как Пример Реальной Жизни Использования Вот Этой Work Конструкции То есть Мы В этой Задаче Делаем Такой Фокус Что У нас Есть Строка Которую Мы Желаем Вывести И мы Ее Заполняем Если Оно Делится На 3 Заполняем Физ Если Делится На 5 Баз И Получается Что Добавляем Туда Конкотинируем И Получается Что Если Оба Условия Выполнятся Там Будет И Физ И Баз А Вот Здесь Мы Делаем Хитрый Трюк А Именно Мы Пожалуй 20 Мы Говорим Что Если У нас Строчка Пустая То Если Мы Ничего Не Добавили То Мы Просто Выводим Само Число И Все Прекрасно Работает Это Я Накидал Примеры Задач Мы Наверное Можем Так Давайте Вот Сейчас Есть Какие Вопросы Уже Ну Близиться К Концу Можно Такие Можно Еще Позадать Вопросы Просто Если Их Сейчас Нет Может По Л Это Написано Просто Такая Конструкция Просто Ради Удобства Чтобы Не Писать else И Переходи К Оно Синтаксически Не Скопили То Это Прям Вот В Языке Нет Кейс Оператора Switch Кейс Но Есть Л То Я Не Могу В Операторе else Вызвать Еще Одну Словие Проверить По Моему У Тебя Не Получаться Да Погнал Лишь Вот Так Ну Нет Else Двоеточие На Следующую Срочку А На Следующие Конечно Можно Так Можно Просто Нужно Если У тебя Таких Блоков Много Они У Тебя Начнут Расти В Право Я Поняла Просто Прям Блокс Да 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 Ну Это Такая Штука Которая Заменяет По сути Switch Кейс И Много Здесь Есть Просто В Некоторых Других Языках Не знаю С По-моему Можно Писать По-моему Вот Так Пишем Нет Все Брат Ну В смысле Можно Склеить А тут Не Очень Ну То То На Одну С На Срочку Склеишь Есть Вопрос Нет Так Я Тогда Могу Сейчас Рассказать Про Домашнее Задание Есть Такая Программа Называется Утилита Консольная Называется Греб Она Фильтрует Стандартный Вывод Не Не Получается Ну Ладно Она Фильтрует Стандартный Вывод И Оставляет Только Те Строчки Которые Удовлетворяют Условия Ну Например Например Вот У нас Есть Файл Перед ней И мы Хотим Я так Почему Да Я не могу По-другому Ну Ладно Допустим Ну То есть У нее Она Она Делает Что Она Из Файлов Удаляет Все Строки Которые Не Удовлетворяют Условия И Выводит Результат На Экран То Я Отфильтровал По Строчке Гид И у У меня Остались Только Те Строчки В Которых Есть Под Строка Гид Вам Нужно Написать Похожую Программу Я Тут Ну У Него Очень Большое Количество Ключей У Этого Кита Фу Греб Прости Но Мы Оставляем Только Часть То есть Я Прошу Реализовать Аналогичную Утилиту На Питоне Которая Реализует Не все Пинчи Но И этих Мне кажется Вам Достаточно Чтобы получить Удовольствие От Процесса Я Написал Программу Которая Как бы Оболочка То есть Которая Вызывает Просто Сейчас Скажу Вашу Функцию Но Она Сейчас Как бы Ничего Такого Особо Не делает Просто Проверяет Наличие Паттерна В строке То есть Видите Прямо Пол работы Почти Сделан И вызывает Талку То есть Выводит Наружу Я просто За вас Написал Разбор Параметров Командной Строки И Обход Стандартного Ввода Ну то есть Ей поступают Строки На вход А она На выход Отдает То что Надо То есть Чтение Файла Нет Как такового Я решил Этим Не заморачиваться Есть Тесты Которые Позволяют Проверить Что в каких Типовых Случаях Она Работает Правильно И для этих Тестов Есть Make Файл Вам Не обязательно Знать Про него Много Он просто Запускает Тест И все Если у вас Консольная Оболочка Как у меня Linux Или Mac То Достаточно Просто Ввести Make И он Запустит Тест Вот Это Самое Главное Или Не запустит Это тоже Написано Это я Просто не вошел В свое Виртуальное Рабочее Отружение У меня Нет Там Нужного Модуля Сейчас Все Должно Я надеюсь Заработать Вот Теперь Работает Он Нам Говорит Что Тесты Зафейлились Он Правда Много Написал Можно Сделать А Нет Ну Ладно Вот Сколько Тестов Можно Часть Например Временно Закомментировать Вот здесь А ну Кстати Сейчас Секундочку Вот Здесь Показаны Все Тесты Точка Отмечена Для того Теста Который Прошел Ф Для того Который Зафейлился А здесь Прямо Конкретный Разбор Ситуации Что Произошло Он Показывает Какие Элементы Не совпали Ну В смысле Что Как выглядит Тест Просто Чтобы Вы понимали Как вам С ним Работать Чтобы Понимать Что Что Поломалось Тесты Все Выглядят Вот Так Есть Какие Тестовые Данные Ну То Список Который Я подаю На вход И Параметры Командной Строки В данном Случае Если Один Параметр Это Просто Паттерн Который Мы Ищем Вот Первый Тест Она Проходит То есть Вот Здесь Точка А Второй Падает Здесь Пишется Функция Которая Вызывается Ее Можно Здесь Поискать Да А Лайн 48 Да Господи Строчка Есть Вот Вот Теперь Все Понятно Вот Этот Ключ Как Вы Видите Потом На Дитхабе В документации Там Написано Он Говорит Что Надо Игнорировать Кейс Ну В смысле Игнорировать Заглавные Строчные Строчные Буклы Это Не Работает Потому Что Текущая Реализация Просто Проверяет Вхождение Строки Она Проходит Грубо говоря Вот Видите Из Всех Тестов Она Проходит Три Вам Надо Починить Все Остальные Причем Флаги Там Достаточно Такие Интересные С одной Стороны Вам Нужно В паттерне Поисков Поддержать Символ Звездочка Это Типа Любые Символы И Символ Вопросительный Знак Это Один Любой Символ То есть И он Должен Обязательно Быть То есть Звездочка Это Ноль Или Сколько Угодно Каких Угодно Символов То Вопросительный Знак Это Ровно Один Символ Который Там Точно Есть Просто Непонятно Какой Он Плюс Из Флагов Это Инвертировать Отфильтровывать Те строчки Которые Не попали Под шаблон То есть Наоборот То есть Не те Которые Удовлетворяют Шаблон А те Которые Не удовлетворяют Не совпадают С ними Ignore CASE Это Игнорировать Срочные И Прописные Буквы Count Это Не выводить Сами строки А посчитать Их Это Выводить Перед строкой Номер В потоке Чтобы Можно было Где-то Найти То есть Если это Был Файл И Вторая Интересная Часть Это Контекст Это Если вы Нашли Строку Нужно Выводить Н строк До И Н строк После И Причем Если ваши Строки Находятся Рядом Ну Например Подряд Вы Не должны Эти строки Одни и те же Строки Выходного Потока Не должны Выводить Дважды То есть Они должны Правильно Склеится Кусок Файл Вот Собственно Почти Все Тут написано Самая Для вас Наверное Штука Будет Это Информативный Это Тест Я Напишите Посмотрите Наверное Сами Тест Тут просто Описано Какие Входные Параметры Входные Данные И Какой Должен Быть Выход Я думаю Что Более Не Понятно Будет И Я Хочу Обратить Ваше Внимание Что Сейчас Скажу Что Тесты Будут Добавляться То есть Почти Наверняка Я Что-то Не Учел Забыл Ну В том Плане Что Какие-то Проблемные Ситуации Еще Могут Возникать И Ну Вроде В тестах Ошибок Нет Я Сделал Реализацию Попробовал Вроде Все Все Нормально Единственное Что Вы Будете Присылать Работы Я Увижу Какие-то Проблемы Я Буду Стараться Расширять Тесты Чтобы Следующие Люди Которые Ту же Самую Задачу Делают Чтобы Они Быстрее Обнаружили Типовую Какую-то Проблему То есть Это К тому Что Прохождение Всех Тестов Не Гарантирует К сожалению Что У вас Нет Ошибок А Еще Здорово Было Если Вы Тоже Добавляли Тесты И Тоже Можно Присылать Если Они Мне Понравятся Какие-то Красивые Граничные Случаи Я Буду Присыл Тоже Присыл Куплять Закидывать В хранилище Но На этом Задании В общем Тесты Сами По Себе Не Обязательны Но В следующих Заданиях Коллеги Будут С вас Спрашивать Наличие Тестов Прямо От вас То есть Каких-то По-моему Даже Вообще Не будет Тестов От автора Будет Необходимость Чтобы Вы Тоже Пописали Тесты Чтобы Вы Как-то Поняли Как это Делается Это Тоже Важный Навык Чтобы Заранее Понимать Какие Есть Граничные Ситуации Как От них Стоит Защищаться И В каких Местах Вероятнее Всего Могут Возникнуть Какие-то Ошибки Вот Ну Тут Уже Такая История Не знаю Может Вам Даже Наверное Будет Неинтересно Это Какие-то Задачки Которые Тоже Просто Быстро Решают Первые Первые Сколько-то Проблем С Project А Вот Вот Это Важно Сейчас Секунду Вот Это Важно Задачки Решать Необязательно Это Так Факультативно Кому Хочется Пожалуйста Важно Вот Это Я Забыл Он Вам Просто Наверное Понадобится И это Наверное Правильно Делать Использовать Это Функции Вот Это Простой Вариант Синтексиса Функции Она Определяется Вот Так Сначала Слово Def От Define Потом Имя И в скобках Через запятую Параметры В общем Для вашего Первого Задания Это Почти Наверняка Достаточно Будет Вам Подробнее На следующем Знаете Точно Про них Расскажет Просто Я это Говорю Потому Что Не стоит Присылать Портянку На 300 строк Вот Такой Лапши Одно Другое Это Не очень Круто Лучше Все равно Разбывать На Функции В вашем Задании Почти наверняка Уже Будет Столько Строк Что Вам Пригодится Это Знание Ну И естественно Как и везде Мы Отделяем Отступом То Что Внутри Отступа Является Телом Функции Ну А так В принципе Все Достаточно Понятно Работает В общем Наверное На этом Можно Редактор субтитров